Если бы это была стабильная страна, они прожили бы до 100 лет, но это еще не депрессия. Больше семей, знаете, стали очень крепкими. Вам нужно понять, чем вы наполняете свое личное пространство. Жизнь все-таки доказала мне, что все плохо. Здравствуйте, мы Инна Политека Лайф, я Инга Мизерия и моя гостья сегодня Елена Рыхальская, кандидат психологических наук, психотерапевт и автор книг. Здравствуйте, Елена. Знаете, сейчас коронавирус перешел в другую стадию, начинают уже обсуждать не воспаление легких, а те психические, психологические особенности коронавируса, которые люди замечают. Вот сейчас даже одни ученые пишут, что депрессия это может быть как проявлением коронавируса, другие пишут, что это уже последствия коронавируса. На ваш взгляд, вообще, как с этим можно бороться и как человек может этому противостоять? По большому счету, я бы сказала, что депрессия это склонность к определенной стадии формы. Но, с другой стороны, у нас же еще люди вошли в сезонную депрессию, потому что они знают, что такое экономически сложная ситуация, война идет, и плюс еще депрессия, которая связана с политическими факторами. Я вам могу сказать, что люди, знаете, так сгруппировались, и у них очень мало ресурсов для того, чтобы избежать негативного настроения, которое постепенно ведет к стрессу, к каким-то невротическим состояниям, а потом, собственно, к той самой депрессии. Но я говорила не раз, что как нам от этого отходить? Необходимо создавать свой микромир. Пока решаются проблемы на уровне социума, у нас существует в любом случае семья, существует какая-то своя индивидуальная такая вот граница, в рамках которой мы можем получать удовольствие, минимальное удовольствие, и себя обезопасить. Что такое минимальное удовольствие? Наша психика не понимает, когда мы либо получаем очень глобальную такую вот позитив, там нам подарили машину, яхту, что-то такое глобальное, или мы просто съели какую-то любимую печеньку, которая на самом деле дает нашему, нашей психике импульс, радость. И вот независимо от того, либо это глобально, либо это минимально, просто идет в психику импульс радости. Поэтому необходимо на сегодня понять, какие мы можем получать удовольствие от простых вещей. Вот американское издание Health Day, они подсчитали, что в Америке в три раза выросло количество обращений с депрессией к врачам. То есть это люди, которые, скорее всего, получают медикаментозную помощь. В Украине ведь это не настолько распространено, не так часто люди могут определить, что это плохое настроение или депрессия. У нас не принято, да и денег у людей нету, иметь собственного психотерапевта, который сможет в нужный момент тебе что-то прописать. Как человеку понять, что это уже дело не в социуме, дело не в том, что экономические кризисы, можно потерять работу, а что, действительно, ты уже на грани? Если у вас плохое настроение, оно может длиться максимум три дня. Если это уже зашкаливает на неделю, то тогда мы уже имеем форму перехода к более сложному понятию, которое подразумевает стресс. Но это еще не депрессия. Депрессия – это когда у вас… Какие симптомы депрессии? Это когда вам более одной или двух недель, знаете как, не хочется подниматься с постели, вам не хочется достигать тех целей, которые вы поставили. У вас раздражительность даже не просто так на людей, которые там реально вас провоцируют, а на близких, любимых, дорогих людей. Это когда у вас нарушается сон, причем вы или спите очень долго, вам хочется спать по 12 часов, либо вы наоборот не спите, у вас бессонница, у вас теряется аппетит, или наоборот вы хотите кушать, кушать и кушать, и не можете остановиться. Это все симптомы, их нужно отслеживать. Но если вы их отследили, это еще не депрессия, это только вам, знаете, такой флажок, возьмите себя в руки. И по большому счету, если у вас нет слабого типа нервной системы, то вы способны эту депрессию удержать, потому что любой человек, он склонен выделять либо положительное, либо отрицательное. Отрицательное, если мы общаемся с так называемыми, сейчас модно, понятия токсичные люди, то есть люди, которые все время жалуются, все время кого-то критикуют, все время им все не так. Вот с такими людьми желательно не общаться, желательно послушать информацию, хотя она и деструктивная, но чтобы быть в курсе того, что происходит в нашем мире, в социуме, и далее соблюдать свою психологическую экологию. Я читала статью, где говорилось, что люди, которые часто пребывают в депрессии, им вот этот коронавирусный психоз и депрессия воспринимается намного легче, потому что они, в общем-то, привыкли к таким сложностям, а вот их друзья, окружающие нет, и они даже являются теми людьми, которые рассказывают, как им быть, как это все побороть. Вот насколько вам близка такая вот теория? Это тоже очень хороший показатель, такие люди есть, потому что это переход от деструктивного к конструктивному. То есть когда человек, по большому счету, уже зная, что такое плохо, погружаясь в систему плохо, начинает узнавать и понимать, что такое хорошо, и советовать это людям. Это очень хороший показатель, но я могу сказать, что по большому счету он не свойствен нашему менталитету. Вот тот момент, что многие исследователи говорят, что коронавирус влияет действительно на психику, и после того, как ты уже выздоровел физически, ты все еще не выздоровел психически, и вот это вот нежелание идти на работу, нежелание продолжать активную жизнь. Что вы посоветуете людям, которые либо сейчас болеют коронавирусом, либо недавно его перебороли, перебороли, и вот до сих пор вот это вот все чувствуете? Вы знаете, Инга, я больше сталкиваюсь с тем, что те люди, которые перебороли коронавирус, они наоборот, у них повышается активность, повышаются ресурсы, они ставят новые цели, они идут вперед, потому что они в какой-то момент поняли, что такое быть в уязвимом состоянии. Это уязвимое состояние их в какой-то момент поглотило, а потом отпустило, и оно становится стимулом для формирования возможности новых достижений, новых желаний, новых каких-то вот прогрессивных идей. У нас это так. Я не знаю, как за границей. Коронавирус, и почему многие его боятся, это в том числе страх смерти. А вдруг это произойдет со мной? Как вот не жить каждый день в смысле о том, что кто-то на меня чихнул, и я умру? Я хочу сказать, как психотерапевт, что по большому счету коронавирус просто обостряет наши страхи, которые существовали в нас и в предыдущие моменты, но мы о них ничего не знали. Коронавирус влияет на людей двумя моментами и способами. Одни люди, наоборот, группируются. Это те, которые его не ожидали, которые находятся на самом деле в рамках позитивного момента своей психики, и они ждут, когда переболеют, и считают его стимулом, и после этого выстреливают еще больше. То есть у них поднимаются ресурсы. Я знаю людей, которые начали писать книги, которые создают другие проекты, которые после коронавируса будут опять же выстреливать. И есть люди, которые были пессимистичными, и пессимизм, он является главной базой для того, чтобы по большому счету сказать, да, жизнь все-таки доказала мне, что все плохо, как я и говорил. И такие люди, они, даже переболев, они потом не реализуются, они винят себя, окружение, мир, кого-то еще, они садятся дома, начинают ныть, и, если честно, не используют тех ресурсов, которые в них существуют. Я бы сказала таким людям, что у вас есть ресурсы, они у вас есть. Вот уберите этот пессимизм, вы уже переболели, у вас уже все хорошо. Подумайте о том, чем бы вы могли заняться, и как, если вы остались живы, вы можете быть полезны себе и окружающим. В Китае после локдауна повысилось количество разводов. Это же прогнозировали и в Украине. В результате у нас по статистике разводов за этот период меньше, но, в принципе, многие это связывают с тем, что невозможно подать куда-то документы, было невозможно было что-то оформить, потому что различные государственные, государственные органы просто не работали, и где угодно вообще сложно было получить справку. Как вы думаете, все-таки это действительно с техническими моментами связано, или менталитет у нас такой, что мы все-таки смогли как-то пережить этот локдаун, коронавирус, и как-то окрепнуть? Очень хороший вопрос. Понимаете, наши люди не китайцы. У нас другой менталитет. Я работала весь коронавирус, принимала людей, и я очень точно могу сделать выводы. Для наших людей в рамках отношений на них коронавирус повлиял очень хорошо. Смотрите. С одной стороны, даже если разошлось какое-то количество, кстати, минимальное украинцев, это те люди, которые на самом деле поняли противоречия, заметили их, а пока вот была динамика такая, что они жили друг с другом, как люди чужие этого не замечали, они, конечно же, расстались. Но это процентов 10, может быть, 20. Остальные, за что я очень благодарна коронавирусу, сначала поссорились, потом разошлись по разным углам, осмыслили, начали разрешать эти противоречия, поговорили, может быть, опять поссорились, опять помирились, разрешили эти противоречия, и благодаря коронавирусу, когда нет уже возможности, это просто вот ты и ты рядышком вместе, и эти люди, они вывели свои отношения на новый качественный уровень. Некоторые познакомились, да? Друг с другом еще раз. Я, Инга, говорю серьезно, я работала весь коронавирус, очень многие люди сначала поссорились, да, даже сказали разводимся, а потом стали друг другу еще более близкими людьми, потому что разрешили собственные противоречия. Что такое там вот эти ситуации, мы разводимся, конфликт. Если есть что сохранять, люди вышли на более качественный уровень развития своих отношений, поняли друг друга, примирились с чем-то и стали ближе друг к другу. У многих, наоборот, сформировалась близость, сформировалось доверие. Наши люди, наоборот, сошлись, они разошлись. Я не знаю, что там у китайцев, но у нас больше семей, знаете, стали очень крепкими. Сейчас говорят о том, что возможен еще один локдаун, возможно, нас опять закроют. И тогда, как говорят экономисты, наша экономика может этого не выдержать, либо просто действительно огромное количество людей останется без работы. И вот здесь, когда и страх смерти, и уже первый момент, когда мы уже знаем, что такое локдаун. И если второй, насколько это психологически повлияет на жизнь в нашем государстве? Это, конечно же, повлияет. Я говорю очень много о социальном аспекте, потому что нужны, конечно же, реабилитационные программы, о которых никто не думает. Есть большая категория разных типов населения, которым они действительно необходимы. если мы этого не сделаем, то, конечно же, не совсем хорошо будет, в том числе, допустим, те люди, которые находятся на грани психических расстройств, и они опять же второй раз после второго окончания пандемии выйдут на улицы. Это все сложно, это все плохо, но не хочу никого пугать. Я бы сказала так, люди, которые смогут в себе аккумулировать те процессы, которые могут повлиять на их выводы и дальнейшее. Знаете, многие поменяли род деятельности, допустим. Это так? Это правильно? Они, может быть, зашли бы в тупик, если бы не было пандемии, потому что через полгода они бы все равно зашли в тупик. А тут был процесс, когда они осмыслили, кто я, чем я занимаюсь, каким образом я могу зарабатывать деньги дальше, и перестроились. Пандемия, это, с одной стороны, очень, конечно, сложно и очень травматично с точки зрения психологии, с другой стороны, это очень большой такой пинок, который помогает нам понять, что я могу в критической ситуации, особенно мужчинам. Нас ожидает всплеск преступности? К сожалению, конечно. По той простой причине, знаете как, скажу просто, преступники сидят дома, но они же не могут залезть в квартиру, воровать, когда все сидят по домам, а это тоже их условно работа, им тоже нужно жить. Да, но я имею в виду те люди, которые, вы говорите, что многие перестроились, нашли себя в чем-то другом, у кого-то семьи стали крепче, а те люди, которые оказались за бортом, которые потеряли работу и другую не нашли, у которых семья распалась, которые в те 10%, которые, вы говорите, вошли. Вот насколько здесь это может быть? Я не думаю, что тут повысится за счет этих людей уровень преступности. Я больше переживаю за то, что повысится нарушение на уровне психологии и даже повышение уровня психозов. То есть те люди, которые по большому счету даже не знали, что у них там где-то бродит шизофрения или психотичная, ну то есть все невротические проявления, которые за пост пограничном состоянии, если бы это была стабильная страна, они прожили бы до 100 лет и не знали, что это где-то у них там присутствует как вариант, то это может, конечно, выстрелить и это уже выстреливало после первой пандемии. И я об этом предупреждала. Вот объясните мне как психолог, это, наверное, мой личный вопрос, я совершенно не понимаю, как это работает. Вот мы, если включить телевизор, да, то ты все время слышишь о том, что там, не знаю, министерство, вообще государство не справляется, места в больницах не хватает, скорые едут к тебе много часов, потому что скорых не хватает, тестов не хватает для того, чтобы сделать рентген или КТ, тебя записывают на через две недели в городских областных поликлиниках. При этом мы видим абсолютное несоблюдение дистанции не в магазинах, мы видим ношение масок под носом, под подбородком. Я, для меня это диссонансы, я не понимаю, почему люди, люди так себя ведут, если они понимают, что государство их, ну, не спасет. Инга, а какой же диссонанс? Как ведет себя государство, так ведут себя люди, которые, на самом деле, подвластны этим законам, этим принятиям решений, которые, на самом деле, власти формируют. Если государство не способно защитить, то люди, они в чем-то, как дети, они ведут себя просто, ну, как им хочется. То есть это ты берешь плохой пример от родителей, то есть вот таким образом, это как государство родитель, а гражданин ребенок? А как по-другому? Это система, рыба гниет с головы, а как по-другому? Если там тебя не понимают, не поддерживают, то, конечно же, я буду вести себя таким образом. То есть в данной ситуации спасение утопающего, дело рук самого утопающего тоже не работает? Ну, я опять же повторяю, что необходимо создавать свой внутренний микромир. В каждой семье должны быть определенные правила, определенные какие-то вот выделяться ресурсы. Это кризис, но не более того. И особенно нам необходимо понимать, что наш уровень тревожности повышается, когда мы не способны на что-то влиять. Но мы, с другой стороны, а это наша реальность, нас никогда не защищали власти. Это наша реальность. Мы каждый за себя. Но каждый за себя тоже очень многое может сделать. Елена, знаете, чтобы подвести итог, я хотела бы, чтобы вы вот сейчас обратились ко всем нашим гражданам Украины, ко всем нашим зрителям Политека Лайф с каким-то советом, что сделать прямо сейчас для того, чтобы твоя жизнь стала лучше, твоя депрессия стала меньше, либо ты ее вообще не встретил. Я бы сказала так. Конечно, нужно обладать информацией и слушать новости. Но вы послушали и больше вы не вникаете в этот деструктив, который несется, извините, с телеканалов. Потому что если мы это воспринимаем 24 часа в сутки, нас это разрушает. Почему? Потому что мы отдаем себе отчет, что мы не защищены. То есть мы понимаем, какой уровень коронавируса, что нужно делать, чтобы его избежать. Дальше мы возвращаемся в свою семью и выводим правила, которые нас на самом деле влияют на безопасность нашей семьи и нашего здоровья. И остальное внутри семьи это не ох-ах, это не мы все умрем. Давайте как-то находить позитив. А позитив знаете, в чем можно находить? Я же не просто не хочу быть голословной. Сейчас мы тут все начнем первое время чуму устраивать. Так не получится. нужно получать радости от мелких бытовых обычных вещей. Нужно учиться делать это. Потому что наша психика, я же говорю как психолог, поэтому я говорю так, наша психика она устроена так, что ей поступает импульс либо позитив, либо негатив. негатив это все что мы получаем чрезмерно не информацию уже эмоционально реагируем на дополнительную информацию такую же мы обсуждаем на работе мы обсуждаем с соседями мы обсуждаем с мамой и папой это все негатив убираем я договорю второе позитив это когда наша психика получает удовольствие от самых минимальных вещей идет импульс удовольствие и здесь вы съели маленькую печеньку которая вам нравится или подарили цветочек или улыбнулись или обнимашки или котенка ребенку подарили беленького вот этим позитивом нужно в большей степени сейчас наполнять наш мир потому что по-другому мы не справимся только позитив влияет извините как на иммунитет так и на наше стабильное эмоциональное состояние и по-другому никак я не власти я психолог как поставить вот вы просто говорите не воспринимать вот посмотрел новости и не воспринимать дальше этот негатив принял и пошел дальше вот как поставить этот блок когда ты получил огромное количество негативной информации а вы не получаете вот за свой счет отправляют когда ты не знаешь что будет дальше вот как как отгородиться от этого негатива и есть печеньки инга ну вы мне сейчас задаете вопрос как будто я президент украины да у меня нет таких у меня нет таких полномочий все что я могу сказать это не концентрироваться на негативе правда не концентрироваться меньше говорить об этом меньше думать об этом меньше обсуждать это тем более если дома когда у вас дома детки когда у вас дома там ваши пожилые родители это все вот такое наполнение вам нужно понять чем вы наполняете свое личное пространство пришли домой чем оно наполнено либо вот этим всем выключайте новости посмотрите по интернету или на работе выключайте новости включайте комедию придумывайте что-то и это опять же это всего лишь баланс вот этого негатива с вот этим позитивом которые мы способны создать на уровне того что ну мы правда мы не защищены но наш иммунитет это наш эмоциональный позитивный настрой это иммунитет если вы все-таки у вас будет даже 50 на 50 50 процентов негатива 50 процентов позитива вряд ли вы заболеете это иммунная система если у вас будет 60 процентов позитива это не думайте что вы знаете такой принцип иван дурак ничего подобного на сегодня это очень важно на сегодня нам необходимо искать хорошее радостное отношение в самых простых вещах нам нужно от этого отталкиваться другого выхода у нас нет Елена большое спасибо с нами была Елена Рыхальская смотрите нас на плитоколайф и подписывайтесь на канал до свидания субтитры субтитры